Еще раз всем доброе утро. Вот моя здесь минералка, здесь находится ракушка, мытый песок, немного кормовой серы. Также здесь заехал я, попросил уголь, правда они его уже выжрали, в этот я даже не добавлял, надо будет добавить простой древесный уголь, они его очень хорошо кушают, правда потом чернотой ходят, обожрутся, и вот так же когда их детей кормят, вот когда отрыгивают все черные, обжираются этого угля, я не знаю нравится он или нет, но жрут его хорошо, а уголь, это также вот такой голубь грязный, как активированный уголь люди пьют для желудка, также и голуби его хорошо кушают, но сейчас попозже сюда еще насыплю, в принципе вот здесь вот на улице, вот за сеткой вот так приближу, вот на земле он есть, они вот здесь и сегодня с утра были, здесь что-то выбирают, я его специально ногами растопчу еще сильнее, они его подъедают, простой древесный уголь, заехал к сослышникам, попросил, набрал ядро и вот периодически и даю, и так же вот они у меня, вот такую вот покупную минералку они у меня едят, вот насыпал, вот они голуби все здесь, это как я до этого показывал, кальцимин, варкумин, куркумин, вот такие вот добавки продаются у нас для голубей, вот сейчас голубей я покормил, вот они еще в принципе еще хотят что-то покушать, но голубей я так не перекармливаю, чтобы они зерно под ногами оставалось, кормить уже буду вечером, вот они нажрались, вот молодые и немолодые, вот здесь в основном вся молодежь, вот там раморная голубка почтальонша моя, которую заносил прилетает, вот остальные вот вся молодежь здесь сидит, молодежь в голубятню не заходит, они днем все сидят здесь, потому что там голуба взрослые гоняют, вот вся молодежь сидит здесь, наверху загорают, отдыхают, вот такие вот они, писюнята вот подходят, мелкие что-то пытаются покушать, вот пара мраморных, эти вообще еще не летать, они только выходили по земле сюда бегали, вон там вот около двери черненький сидит, вон там мраморный сидит, эти еще не умеют летать, вон там еще один вот, то что дикаря бы пропал, вот его птенец, мамка подкармливает, кормит, чернорябы это повзрослеет, голубь уже летает, ну и там еще довольно таки много песку нет, как бы стараюсь некоторые яйца поубирать, некоторые уже сидят на яйцах, не особо хочу, но голуби как-то умудряются, все-таки садятся на яйца, вот так они кушают эту минералку, ну и что хотелось бы еще сказать, вот пескунята, которые пошли в сезон линьки, вот они немного, все-таки немного послабее, нежели чем начальные весенние, зимние пескунята, те считаются, я так думаю, мое мнение, что они более такие пободрее были, повзрослые, ну быстрее как бы и росли, вот эти в принципе нормальные, но я думаю, что я не успею их выгнать, вот он дерется, пескуненок, ну все-таки хочет кушать, вот это вот сама минеральная прикормка, она идет вот, ну я дам вам прочитать, у меня очков с собой нету, сейчас пойду, вот баночки покажу, вы прочтете, вот пескунята кушают, ну и за счет этого они такие вот живчики вот бегают, вот он, велиостовысый этот, велиостаряга вышел, папы уже нету, вон, тут вот фу живой и здоровый, вот они вот с земли, я вот насыпал сюда на бетон, насыпал и в кормушку, в эту вот коробку, в ящик, где вся минералка, насыпал сюда, чтоб пескунята подходили, вон они даже дерутся, вот они начинают вот подклевывать, не знаю, она такая там соленая, или какая не соленая, но голуби с удовольствием ее кушают, даю не каждый божий день, минимум хотя бы 2-3 раза в неделю, даю, чтоб голуби покушали, вот они пескунята, в основном и взрослые все подъедают, вот белый вот с крашеной головой, он кормяшка, все-таки покормит и что-то достанется и молодым, вот они пескунята друг друга, один другого чуть старше, младше, вот гоняют, отбивают и все, вот он, шейка вышел от моего шейки, вот такой вот, более похож уже на шейку, попрошайка просит жрать, а все-таки сам тоже ходит и подбирает, вот черный из куненок, вот они дерутся, но все-таки кушают, сейчас вот поставлю на паузу, эти вот купаться хотят, по поводу купания и по поводу мухи, вот сижу, наблюдаю за голубями, ну вот до этого, ну где-то месяца или чуть больше назад, вот они как дерутся, вот один другого отгоняет, пошел отбил, два одногнездки дерутся, вот дерутся за эту вот кормовую добавку, как бы минеральная добавка, вот пескунята кушают, это от рахита, чтобы быстрее, вот он, один другого бьет, чтобы как бы рост был, вон папка сейчас будет кормить, уже задолбали эти, с одной стороны уже усталый от пескунят, вот он их кормит, одного начинает кормить, подбегает трое, кто успеет, тот успеет, вот они дерутся, дерутся, вот за счет этого, я думаю, пескунята не дохнут, не чахнут, до этого, вот в той голубятни, по сравнению с тем годом, в этой голубятни намного лучше, вот, в тот год таких добавок минеральных я не давал, ну и как бы вот, думаю, все-таки они немного помогают, вот такие вот пескунята, ну, все как бы живчики, живые и здоровые, не знаю, как получится у них, мне их обгонять или как, но, в любом случае, когда голубятник смотрит на своих голубей, и смотрит на потомство, что дети нормально из кунята растут, не чахнут, это говорит то, что все очень хорошо, самому на душе, как бы спокойно, когда голуби начинают болеть, это уже начинаются проблемы, а пойдет болезнь вот в этой голубятни, в этом, как вы называете, табуне, это будет полная задница, голуби начнут дохнуть один за одним, можно потерять буквально за неделю до 50 и более штук, поэтому вот периодически приходится вот этот вольер убирать полностью со шпателем, вот с утра они уже понаделали, в 6 утра здесь ничего не было, веник, как я и говорил, вот веник и шпатель, и все я убираю, вот такие вот мелкие пескуня там попрошайки выходят, нет-нет, уже сами доедают, подъедают, вот он что-то там учится, сейчас пару-тройку этих вот поклюет, вот он начинает, и все-таки что-то-что-то у него попадет к нему в зоб, и я думаю, хуже от этого не будет, мало того, что родители покушают, покормят, тут еще и пескуня-то выходят, кормят, сейчас покажу эти коробочки, если у кого-то они есть, вот, в принципе, всем, чем могу поделиться на своем опыте, я не скрываю и показываю, бывают голуби болеют, бывают бошки отрываю, но то, что есть, то оно и есть, вот как оно на данный момент есть, вот я и показываю, в голубятню не буду сейчас заходить, вон они там темновато, вон они там лазают, нажрались, отдыхают, пескуня-то, вот, как я и говорил, вот сено, оно, можно сказать, тоже обосранное, но сухое, вот они ложатся, голубей много, они ложатся, особенно молодежь, на ночь на сено, их никто не трогает, не гоняет, не бьет, много голубей ночует на данный момент, вот на этих насестах, вот их у меня вот здесь, вот эти насесты, вот еще здесь, молодежь, некоторые повзрослее, которые они ночуют здесь в вольере, вот, двери тоже я, в принципе, пока не закрываю, вот как-то так, вот так вот они, молодые, вот они выходят, кушают, еще очень много пескунят молодых, поэтому убирать, убивать, рвать головы, это, это неправильно, Бог дал жизнь, значит, они должны жить, суждено ему сдохнуть, значит, заболеет, значит, уберу, вот, ну, стараюсь, как бы, немножко поддерживать чистоту, голубей от нее, стараюсь, вот, поддерживать иммунитет, голубей, сейчас, пока поставлю на паузу, пойду, покажу баночки, так, вот они, эти добавки, вот, все уже пустые, вот еще две банки, вот это, вот сейчас, вот так вот, приближу я, вот так вот, а вы сами почитаете, можно остановить на паузу, я без очков, на данный момент не прочту, сами можете почитать, для чего это, кормовая добавка, вот, какие там витамины есть, вот, называется она, так вот, кальфамин, вот, в гранулах, белые гранулы, так же, вот, как и варкумин, так, я думаю, вы уже успеете, вот это вот все почитать, можно на паузу остановить, и почитать, так же и варкумин, вот этот вот, точно такой же, в принципе, они идентичны, не знаю, чем они там особо отличаются, вот так вот, я остановлю, вот так вот, можете на паузе прочитать, для чего это, вот, даю минимум, три раза в неделю, вот, голуби с удовольствием кушают, особенно вот этот, почему-то варкумин, они его любят больше, не знаю почему, ну, и цена у него, чуть не намного, но дороже, вот он, 130 рублей, эта баночка 85 рублей, ну, в принципе, они, они, в принципе, идентичны, что, варкумин, я так думаю, альфамин, они, в принципе, одинаковые, все баночки, в принципе, все пустое, у нас, как бы, не проблема их купить, вон, два ветеринарных магазина, у нас здесь находятся, в обоих, это все есть, в любой момент, можно заехать, купить, и давать голубям, периодически, вот, именно, для пескунят, это хорошо, вот, от рахида, чтобы голубь сформировался, молодой пескуненок, все такое, но, я думаю, вот, по голубям, как бы, должно быть видно, вот, в том году, мои пескунята были, намного хуже, и, в принципе, дохли, вот, такое, вот, ведерко мое, уже большое, вот, от творога, оно, вот, пятилитровое, вот, сюда засыпаю, две кружки, литровых, две кружки, зерносмеси, вот, такой, вот, у меня, рыбий жир, вот, он, вот, чуть-чуть заливаю рыбьим жиром, вот, и, также, вот, вот, здесь у меня, в пакете находится, черный молотый перец, черный молотый перец, и, находится, куркума, куркуму тоже, покупаю, в магазин, там, с приправами, вот, у нас, вот, такая вот, куркума, желтый порошок, есть, чуть-чуть, подешевле, я, чуть-чуть, подороже взял, в принципе, как посоветовал человек мне, вот, с моей попа, вот, покупал индийскую куркуму, она идет чуть-чуть дороже, вот, такая куркума, ну, и, вот, на такое, вот, ведерко, вот, такое ведерко, вот, оно у меня, немерной ложки, ничего нету, как бы, простая, столовая ложка, вот, вот, так вот, на кончике ложки, я сыплю перца, черного, потому, что он очень горький, перец, вот, чуть-чуть перца добавляю, черного, и, вот, так вот, меньше пол ложечки, с горочкой, сыплю, вот, этой куркумы, вот, на вот это, на две литровых кружки, на две литровых кружки, вот, так вот, я делаю, и кормлю уже на протяжении двух месяцев, вот, добавляю рыбий жир, немножко, чтобы зерносмесь покрылась, хотя бы, небольшой пленочкой, вот, жирной, чтобы к ней прилипла, вот, сама куркума и перец, вот, потому, что они очень мелкие, как порошок, куркума, тот же и перец, вот, ну, все останется просто в кормушке, а вот, облить чуть-чуть рыбьим жиром, все это прилипает на зерносмесь, и, в принципе, вот, сразу же, вот, намешал все, и сразу же пошел, высыпал, покормил, вот, кормлю на протяжении двух месяцев, ну, в принципе, пока ничего нету, все нормально, иной раз, вот, как и, наверное, все другие пользователи, уже у меня его нету, может, можно раз в неделю давать, вот, я забыл, 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 сейчас, секунду, я поставлю на паузу, так, это, так, сейчас, секунду, да, вспомнил, вот здесь стоял пузырек, ASD, фракция 2, точно так же, вот, насыпаю две кружки зерносмеси, вот, и, 10 кубиков, ASD, фракция 2, я заливаю, вот, по 5 кубиков, у меня шприц, вот, с такой вот прищепочкой, вот, если баночку уже проколол, эту, вот, ASD, фракцию 2, я вот шприц не высовываю, чтобы он не выветривался, вот, набираю 10 кубов на 2 литровых кружки, обливаю зерносмесь, сразу же смешал ее, и сразу же кормлю, потому что, сам препарат, вот этот, ASD, фракция 2, он очень вонючий, вот, быстро выветривается, поэтому, я сразу же, вот, облил, закрыл, вот, крышечкой, все быстренько взболтал, перемешал, и пошел кормить, голуби, в принципе, нос не воротят, быстренько все скушали, и все, вот, раз в неделю, в принципе, иногда даю, вот, и ASD, фракцию 2, ну, в основном, вот, как и говорил, вот, рыбий жир, куркума, и черный перец, вот, ну, это вот, банка, если кто заинтересовался, вот, скажут, не показал, вот она, вот, вот этим препаратом, я пропаивал голубей, ровно 10 дней, заказал, вот такой препарат, кипроцерил, вот, можете почитать, в принципе, все аннотации есть, в интернете, вот, в принципе, препарат мне понравился, это, профилактика сальмонеллюзом, в принципе, достойный препарат, нежели чем, все остальные, вот, такой вот препарат, ну, в принципе, и все, вот, то, что, хотел сказать, опять, видео большое получилось, ладно, голубей закрыл, так как сегодня, на работу, вот, они, жрать слетели, все, я закрыл, сегодня уже трогать их не буду, вот они, уже все в Алиере кушают, ладно, удачи вам, и здоровья вашим голубям, всем пока,